Снижение патогенной нагрузки в больнице. Помещение больницы – это самое грязное помещение. Здесь требуется снижать патогенную нагрузку. Но что мы должны для этого применять – дезинфекцию или очищение пробиотиками? Снижение патогенной нагрузки средствами микробной санации в помещениях больницы производится с целью профилактики инфекционных заболеваний, с целью снижения риска летального исхода пациентов. Задание. Мы хотим снизить патогенную нагрузку в помещении. Если мы уменьшим патогенную нагрузку на человека, и при этом не будем снижать его иммунитет, микробиом человека победит любую инфекцию. Если патогенная нагрузка в помещении будет минимальной, то такое помещение будет безопасным. Безопасное помещение не будет дополнительно инфицировать пациента. Для любого типа закрытого помещения годится сравнительно недорогой эксперимент, который убедительно доказывает преимущество нового метода очищения пробиотиками. Описание сравнительного эксперимента. Специалистам инфекционной безопасности предлагается провести сравнительный эксперимент, в котором сравниваются два метода санитарной обработки однотипных пространств. В качестве судьи здесь выступают результаты замеров, которые могут сделать специалисты лаборатории. Эксперимент расставляет все по местам и убирает всякие сомнения в пользу пробиотиков. Типовой эксперимент мы проводим в помещениях больничного стационара. Что годится для больницы, то годится и для любого общественного помещения. До начала эксперимента на этаже 2 и на этаже 3 фиксируется одинаковая микробная картина. За долгие годы пол и стены обоих этажей накопили большое количество плохих микробов. Для двух участников стартовые условия одинаковые. Допустим, что этаж 2 мы отдаем пробиотикам. Этаж 3 мы отдаем традиционным средством дезинфекции. Соревноваться будут два метода обработки этажа моющими средствами. На этаже 2 пробиотики, на этаже 3 дезинфектанты. За расходный бюджет за 100% будет принята цифра затрат на традиционные средства и мероприятия, показанное в отчете больницы за прошлый год. Пробиотики не будут стоить дороже по сумме за год. Мы будем брать контрольные смывы в однотипных точках обоих этажей. Использовать будем селективный метод определения микробного числа одного штамма, эскоричия коли, на различных поверхностях например в 20 точках, на втором и на третьем этажах. Замеры будем делать 4 раза в сутки, на обоих этажах в течение 14 дней, каждые 6 часов после очистки. За 14 дней на обоих этажах будут проводиться одинаковые санитарно-очистительные работы, соблюдая установленный в данном стационаре протокол и график, только разными моющими средствами. Все ежедневные контрольные замеры мы перенесем на два графика, которые потом совместим по осям. Этаж 3. Очистка на третьем этаже. Как мы видим из графика в течение одного дня, величина количества патогенов эскоричия коли ведет себя так. Сразу после окончания очистки поверхностей, практически мгновенно, микробное число со 100% снижается до низкого, безопасно допустимого уровня. На практике величина допустимого безопасного уровня соответствует ситуации, когда контрольные смывы перестают видеть наличие патогенов. От дезинфекции число патогенов резко падает до нуля. В этот момент, сторонники убийства микробов открывают шампанское и празднуют победу. Молниеносная победа над микробами расслабляет этих горе специалистов. Но не так просты микробы, как может показаться на первый взгляд. В течение одного часа, озлобленные микробы патогены вылезают из своих пещер, и люто ненавидят дезинфектант. Как считает большинство населения, дезинфектант якобы убивает 99% патогенов, причем мгновенно. Но это не совсем так. Долго ли продержится этот ноль патогенов? Казалось бы мы достигли желаемой цели, и снизили патогенное давление в помещении. Да, это так. Но в течение следующего часа ситуация принципиально меняется. Кривая числа патогенов стремительно взлетает вверх. Уже на второй час график, показывает нам полное восстановление патогенной величины. Это значит, в течение одного часа со значения 20%, количество патогенов вырастает до 100%. Происходит что-то невероятное. Якобы убитые патогены восстают из мертвых, и опять заполоняют все пространство помещения. Получается, что средства дезинфекции нам демонстрируют напрасный мартышкин труд. Мы все, в обнимку с инструкциями Роспотребнадзора, возлагали надежду на дезинфектантов старой формации, а они лишь притормозили активность патогенов на короткое незначительное время. Дезинфектант выступил на третьем этаже, в качестве стопора развития инфекции, причем стопора временного. А далее значение патогенного присутствия, можно практически наблюдать на уровне 100%. Даже, если делать очистку поверхностей на третьем этаже, каждый час, или каждый день, как показано на графике, мы всегда будем иметь картину быстрого восстановления патогенного присутствия. Добавлю, что в качестве фактора отрицательного бонуса третий этаж, ежедневно награждается избытком токсичной химии, которая снижает иммунитет пациентов и персонала. Вывод, мы впустую тратим усилия, и средства, да к тому же угрожаем здоровью людей. Этаж 2. Очистка на втором этаже. Как мы видим из графика, в течение одного дня, мы наблюдаем снижение количества искоричья коли. Но в отличие от старорежимных коллег, снижение графика происходит не резко, а постепенно. Да, согласен, что мы должны терпеливо ждать снижения патогенного давления, в течение одной недели. Но именно через неделю происходит долгожданная победа. График опускается ниже безопасного уровня, и остается на этом уровне долгое время. Мы называем такое явление – стабилизация микробной величины. При ежедневной очистке на втором этаже, новыми инновационными средствами гигиены, мы получаем стабильно низкий уровень патогенного присутствия искоричья коли. Спрашиваем вас, как наблюдателей, вам лучше иметь мгновенный и краткий эффект, или эффект не мгновенный, но стабильно низкий и пролонгированный. Ответ однозначный в пользу второго. В качестве бонуса на втором этаже нет накопления токсичной химии, а это значит, иммунитет пациента не угнетается. Практика показывает, что если не угнетать иммунитет, то пациент быстро восстанавливает здоровье. Это важно – сохранять иммунитет человека на высоком уровне. Что касается летальности на этажах. В результате длительной очистки второго и третьего этажей данной больницы, число летальности на втором этаже будет намного ниже, чем число летальности на третьем этаже. Время пребывания пациентов на втором этаже сокращается на 46% по сравнению с временем на третьем этаже. Согласитесь, это заметное преимущество метода очищения пробиотиками. Вот в чем состоит ценность сравнительного эксперимента, который показывает, новый метод лучше, чем старый традиционный. Вывод. Чтобы жизнь и здоровье человека в замкнутых помещениях стало безопасной, необходимо сделать две вещи – категорически убрать биоцидные факторы и окружить человека полезными микробами. В этом главная идея очищения пробиотиками.